Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, стоит ли во время ремонта менять стандартные конвекторы на биометаллические радиаторы. И если да, то как сделать это правильно, избежав ошибок и подводных камней? Вопрос первый. Стоит ли менять? Иногда да, иногда нет. Логика здесь очень простая. При хорошем ремонте все стояки, все трубы, все радиаторы будут скрыты за фальш стеной. Если вы видите перед собой нормальные конвекторы, которые не помятые, не побитые, не проржавевшие, которые хорошо греют и снабжены отдельным краном и отдельным кран-регулятором, оставьте их как есть. Если же вы видите перед собой что-то вот такое, толстое, занимающее много места и главное, совершенно нерегулируемое, лучше от этого избавиться. Естественно, менять их нужно на биометаллический радиатор. Перед тем, как ехать что-то покупать, обязательно проконсультируйтесь с специалистом, который будет производить монтаж. А еще лучше возьмите его с собой. Только после того, когда все необходимое закуплено и доставлено на объект, можно приступать к демонтажу. Обратите внимание, перед тем, как резать трубы, необходимо перекрыть стояки и обязательно слить воду, которая в них осталась. Есть еще одна очень важная фишка. Если человек, который перекрывает и сливает стейки, звонит вам из подвала и говорит Алё, всё, всё, я слил, давай, обрезай То это совершенно не значит, что надо брать, блядь, бангарку и резать Как вы понимаете, ошибки случаются достаточно часто Блядь, дедуще перекрывать, нахуй Вам могут перекрыть и слить совершенно не тот стояк А аккумуляторная бангарка есть далеко не у каждого мастера И резанув обычной электрической бангаркой трубу, из которой польётся вода Человек почти гарантирует наполнущит поражение электрическим током И в результате у вас получится тела, лежащая на полу И вода, которая хлещет из разрезанной трубы Поэтому, если у конвектора нет перекрывающих кранов Перед тем, как его срезать, в нем обязательно нужно прожать отверстие с помощью автогена После того, как старые радиаторы срезаны, необходимо установить и подключить новый Естественно, самым лучшим решением будет использовать материал, из которого стоит вся система отопления Если у вас все трубы из полипропилена, используйте полипропилен Если все собраны на металле, постарайтесь по возможности использовать его же Ну а если вся система отопления сделана из меди, паяйте медь Переход с металла на полипропилен настолько же противоестественен, как переход с полипропилена на металл Вообще, любой переход с одного материала на другой – это резьбовое соединение, это потенциально опасный стык. Есть еще одно преимущество цельнометаллической разводки, которое по сути является одним из важнейших. При переходе с металла на металл внутренние диаметры практически не заужаются. Еще глупее переходить с металла на металл не с помощью сварки, а с помощью резьбы. В результате получается еще пара дополнительных стыков, которые текут в миллион раз чаще, чем сварной шов. Есть еще одно очень тупое решение, о котором я хотел бы поговорить. Оно заключается в том, чтобы спрятать трубы в стену. Для того, чтобы сотворить подобную хрень, необходимо произвести целую кучу противоестественных действий. Во-первых, нужно сделать целую кучу неудобных стыков, которым потом хрен доберешься. Во-вторых, необходимо потратить кучу лишних денег заказчика, так как эта работа до безумия тупая и от этого очень сложная. В-третьих, нужно постоянно трястись и бояться, что эти стыки потекут. Посмотрите, насколько сложно сделать нормальный стык даже на открытом ровном месте. А теперь представьте, как это выглядело бы вон там, в глубине стены или в глубине потолка. Там не то, что резьбу нормально не нарезать или не заварить, там эту дырку даже пластилином заляпать трудно. Трубы, все радиаторы будут скрыты за фальш стеной. Существует такой миф, что это уменьшает полезную площадь квартиры, но это не больше, чем миф. Вот смотрите. Во-первых, все, что выше метра от пола, в реальной жизни абсолютно не используется. Пространство над окном к полезной площади тоже отношения не имеет. Максимум того, что мы реально теряем, это 15 сантиметров под подоконником. То есть, если бы мы сошли с ума и спрятали в стену стояк вместе с трубами, спрятали бы обратку и утопили бы в стену радиатор, то все, что мы выиграли, заключалось бы в трех маленьких кусочках. Но это пространство практически никогда и никем не используется. Любой здравомыслящий человек скажет, что 10 сантиметров к ширине подоконника гораздо полезнее, чем 10 сантиметров под ним. То есть, обустраивая здесь фальш стену, мы получаем удобный доступ к трубам, мы получаем прекрасные широкие подоконники и мы не тратим лишних денег нашего заказчика. Естественно, я говорю о преимуществах по сравнению с дебильным решением спрятать трубы в стену. Как вы знаете, есть еще одно решение. Вообще не прятать трубы, оставить их как есть, а потом обойти их ламинатом и потолком. Но мы здесь говорим о хорошем и качественном ремонте, и в нем такие решения недопустимы. Теперь, когда мы определились с форматом работы, расскажу, как правильно ее сделать. Сварные стыки должны быть оформлены либо впрямую, с предварительно горячей развальцовкой, либо через стакан. Обратите внимание вот на этот элемент. Если вы делаете прикрываемый радиатор, то его наличие строго обязательным. На всякий случай объясню, для чего он нужен. Если его не будет, а вы перекроете краны, то циркуляция теплоносителя внутри системы прекратится. Либо вверху, либо внизу будет очень холодно, и соседи вас побьют. Еще один важный момент – гибко труб. Гнуть трубы нужно на холодную с помощью специального трубогиба. Если вы видите, что мастера работают без специального инструмента, нагревая трубы и сгибая их руками, от услуг этих мастеров лучше отказаться. При горячем загибе труба сплющивается, что автоматически ведет к уменьшению ее пропускной способности. Сравните вот эти две трубы. Эта загнута на холодную, а вот эта на горячую. Так эта труба еще нормально загнута. Некоторые криворукие индивидуумы умудряются загнуть ее так, что она сплющивается практически в ноль. Теперь переходим к следующему важному моменту – оформлению резьбовых соединений. Как вы понимаете, обойтись совсем без них не получится. Биометаллические радиаторы к металлическим трубам не приваришь. Кроме этого, на входе и на выходе из радиатора необходимо установить кран или кран-регуляторы. Они устанавливаются именно на резьбовые соединения. Для долговечных резьбовых соединений допускается использовать только лен в сочетании с юнипаком. Никакие другие виды уплотнений использовать не допускается. Обратите внимание на еще один важный момент – на каком расстоянии находится вводные отверстия у стандартного конвектора и на каком у биметаллических радиаторов. Многие криворукие мастера переходят на 50 см не от самого стояка, а где-то вот здесь. То есть от стояка идут-идут две трубы на стандартной ширине, а у самого радиатора расходятся на 50 см. Я не знаю, чем руководствуются люди, которые так делают, но в результате на трубах возникают контруклоны. В системе время от времени появляются пузырьки воздуха, и они должны абсолютно беспрепятственно попадать наверх. А что произойдет, если трубы будут иметь неправильный наклон? Естественно, из-за этого батарея неизбежно будет воздушиться, то есть время от времени просто переставать греть. Поэтому переходить на 50 нужно прямо на стояке, а не где-то там между стояком и радиатором. Обратите внимание, правильные трубы должны не просто располагаться на каком-то расстоянии друг от друга, они должны иметь еще определенный наклон. Вот эта труба должна идти от радиатора немного вниз, а вот эта немного вверх. То есть воздух спокойно поднимается к радиатору, проходит сквозь него и идет дальше без всяких воздушных пробок. А теперь приходим к завершающему этапу установки радиатора. Как вы уже догадались, нам необходимо защитить трубы. Первым делом, все стыки и трубы необходимо обработать наш датчик. Тереть нужно до тех пор, пока на трубе не появится легкий блеск, то есть примерно вот до такого состояния. Затем трубы необходимо обезжирить, причем их нужно не просто помазать растворителем, а буквально вымыть им. Во время обезжиривания должно смыться все, что мы до этого нашкурили. Ни в коем случае не верьте тому, что написано на новомодных банках с краской. Там написано, красите прямо на ржавчину, красите прямо на грязь, это полная фигня. Все, чего вы добьетесь, покрасив прямо на грязь и ржавчину, это появление корочки, внутри которой труба будет еще быстрее ржаветь и гнить. Обязательно зашкурить, обязательно обезжирить и только потом красить. Во-первых, не являются преобразователями ржавчины, во-вторых, не позволяют нормально прокрасить трубу от стены. Все, что там будет, это тонкий слой аэрозольной пыли, которой трубы, как вы понимаете, не защитит. Только кисть. Причем не просто помазать трубу, а буквально облить ее краской. Не экономьте краску, не бойтесь накапать на пол. Вот здесь будет фальш-стена, вот здесь напольное покрытие, и испачканный черновой пол, это гораздо менее страшно, чем труба, которая проржавеет и потечет. Есть еще один очень важный вопрос, который задают достаточно часто. Нужно ли ставить на трубу укрепляющие хомуты и крепить их к стене, чтобы сделать ее более прочной? Нет, не нужно. Металлическая труба сама по себе вещь достаточно прочная. Кроме этого, она будет зафальш-стеной. Открытый и прокрашенный участок трубы гораздо долговечнее, чем тот же участок, зажатый в какой-то хомут. Как правило, именно там труба быстрее всего ржавеет, быстрее всего гниет, и именно там она протекает, как правило, в первую очередь. Я надеюсь, этот ролик поможет тем, кто занимается хорошим и по-настоящему долговечным ремонтом. На сегодня у меня все. С вами был Алексей Земсков. До новых встреч! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok